В отличие от других я буду тренироваться. 30-го, 31-го, 1-го у нас тренировки. Новогоднюю ночь у нас праздничный стол. Просто покушаем, да ляжем спать, отдыхать. Мне нравится заниматься. В любой момент я смогу за себя постоять. Сейчас все больше и больше девочки начинают заниматься бразильским джиу-джитсом и разными единоборствами. До 9 января этим ребятам и девчонкам предстоит познавать тонкости боевых искусств. В свои выходные они посвятят исключительно самосовершенствованию. Тем более, что сборы проведет всемирно известный спортсмен, первый россиянин, получивший черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И сегодня мы приехали поддержать сборы ребят, которые они проводят спортивные, и показать интересные вещи, над которыми они поработают все эти дни. И техники очень важны, соответственно, да, и мы приехали поделиться. Цель спортивных сборов – оснащение ребят техниками и приемами, которые они впоследствии доведут до автоматизма и будут применять в соревнованиях. И хотя зал в Кораблине появился всего год назад, по словам Дауда Адаева, именно в таких залах рождаются чемпионы. Ведь главные условия – высокие потолки, татами и целеустремленность людей, радеющих за свое дело, здесь присутствуют. Для чего мы все это задумали? Ну, наверное, в первую очередь неравнодушное отношение к детям. Почему в сельской местности? Ну, естественно, здесь меньше всего развита инфраструктура, особенно в спортивном плане. Появление подобного клуба в сельской местности – огромный успех. Не у каждой семьи есть возможность возить ребят в город. Для этого нужен автомобиль, средства и время. А тут клуб прямо под боком. Развитие «Витязя» идет в ногу с развитием спорта в области. Данный вид спорта очень популярен, очень известен. Проходит огромное количество промоушенов. В Рязани как бы новый толчок, я хочу надеяться, был дан этой осенью. В уходящем году в Касимове прошло первенство России среди юношей. Собрались спортсмены из более чем 50 регионов. И это только начало большого пути смешанных единоборств в нашем регионе. Спасибо.